Привет, друзья! С вами Николай. Кто смотрит мой канал давно, уже видел эту машинку, когда я пытался поставить на нее электродвигатель. В тот раз произошло фиаско, поэтому сегодня будет еще одна попытка, наверное, уже последняя. Так, изначально тут планировался нитродвигатель, ставится он на раму этими винтиками сюда и шестеренки в зацепление к коробке передач. Соответственно, чтобы поставить электродвигатель, я был сделал раму, двигатель, а для установки шестеренок сделал вот такую вот штучку. Но при попытке нажать на газ, оську согнуло и пошло уже все, получается, под углом, ничего не работало. Поэтому сегодня будем пытаться исправить этот косяк. Причем двигатель, напомню, тут оська как бы 5 мм, но проточена под 3 мм. Вариант исправления два. Купить новый двигатель, что не очень интересно. И второй вариант. Поставить сюда новую оську сделать. И казалось бы, что может быть проще, чем выпрессовать одну оську и поставить другую. Но сейчас мы это дело все вскроем. И как видно, здесь я уже это все разбирал и ломал. И в чем оказалась проблема? При попытке выпрессовать ось, вот эта штучка оторвалась. Сам ротор выглядит вот так. Магнитики, наборные пластины и вот такие вот чашки. Это уже новодел. Потому что штатная, как я сказал, при попытке выпрессовать оторвалась. А оторвалась потому, что оська, как видно здесь, немножко больше. Она получается 5,4 мм плюс лыска. Таким образом, не получилось ее снять. В итоге одна, это вот была одна чашка. А вот это то, что осталось от второй. Потому что оторванную я сточил с торца, чтобы было колечко. А вторую сточил наоборот по радиусу, по внешней этой, чтобы потом можно было размеры снимать. Саму оську точил на токарнике за два раза. Вот эта вся длина без поддержки протачивалась. Так, конечно, делать нельзя. Не очень это все правильно. Ну и вторая часть вот здесь. Сейчас, кстати, посмотрим конусность. Возьмем микрометр и посмотрим на конусность. Так, вставляйся. 4,997. А с этого конца 4,978. То есть, две соточки всего получилась конусность. Ну, по-моему, неплохо. Также пришлось делать, как я сказал уже, вот эти вот боковые, новые. В принципе, ничего сложного. Проточка снаружи, две. И проточка внутри. Сама оська новая, получается, выглядит вот так. Здесь она, видно, вон там лысочка. Лысочку на фрезерном станке делал. Все довольно легко и просто получилось. Здесь получается по 5 миллиметров. И там уже 5,4. В общем, сидит плотненько. Пришлось забивать. Никуда ничего не уйдет. В общем, получился такой вот ротор. Выглядит практически как и старый. Видно, он эпоксидочка в этих вот, здесь вот. Ну, сейчас это все соберем. И попробуем его запустить, посмотреть, чтобы не было вибраций. Собирается. Крутится. Так, подкинул все. Включаем. Заработало. Ну, не сказать бы, что здесь ощутимая вибрация идет. Можно считать, что оську пересадили успешно. В общем-то, все детальки, что получились. Двигатель. Сделал новую детальку на замене вот этой. Пробую просверлить. Но что-то не очень оно вышло. Поэтому взял, выточил по новой. Также вместо кучи шайбочек сделал вот такую втулочку. Осталось это все собрать. И посмотреть, как оно будет. Пока выглядит неплохо. Ну, сейчас уже дособеру, установлю на машинку. И тогда посмотрим. В целом, можно признать, что в этот раз получилось все немножко успешнее. Хотя, небольшая несоосность вроде бы имеется. Но, думаю, пока и так сойдет. Видно, сверло у меня совсем не кубишнее. Колеса раздувает знатно. И еще одна такая проблемка возникла, что откручивается шестеренка первой передачи. Видимо, обгонная муфта на первой передаче не до конца разъединяется. И ее потихоньку-потихоньку начинает откручивать. Надо бы ее на какой-нибудь герметик посадить или на клей. Или чем-нибудь прижать с этой стороны, чтобы не откручивалась. И там видно, что на первой передаче она как раз сама закручивается. А как переключается на вторую, начинает потихонечку откручиваться. И когда скорость падает, включается обратно первая, ее обратно дозакручивает. Ну и чтобы решить возникшую проблему, вместо вот этой втулочки сделал вот такую втулочку. Теперь она встанет вот сюда и будет прижимать с собой вот эту шестеренку. Ну вот и все. Получилась вот такая вот штука, шайбочка прижимающая. Теперь ничего не откручивается. Ну и на колесико сейчас посмотрим. Да, раздувает их, конечно, прикольно. Остался теперь только один момент. И это испытать на дороге. Ну что можно сказать? Проект завершен, станки куплены не зря. Ну а на этом у меня все. Всем пока. Продолжение следует...